Так, ребят, всех приветствую. Сейчас отвечу на вопрос долгожданный от Зухры. Очень долго ждёт ответ на мой вопрос. Привет, Нелли. Слежу за эфиром и не могу что-то понять, выхода из ситуации. Значит, у меня уже 7 лет кредиты. Выхожу с одного в другой, захожу, потом всё время рутина, пытаюсь как-то разобраться опять туда же. Хотела понять, что я себе должна. Начала давать себе время, подарки и так далее. Но не могу выбраться из этих кредитов. Далее. Я из раза в раз отдала-взяла, потому что новая дырка выходит для оплаты. Сейчас и вовсе работа слабо идёт, а обязательства, платежей много. Хочу поменять место работы, либо день. Там день у себя. И страх, что я потеряю и тут, и там клиентов. Сложно так завихрениями вопрос. Вроде бы я стилист. Вроде бы. Но вы либо стилист, либо вроде бы. У меня всегда было много клиентов. Они как будто куда-то исчезли. И я чувствую, финансовый поток остановился. Как быть? Вот сейчас как раз такой вопрос развивали в моём чате, в Телеграм. Что у меня тоже, вот моя история, что у меня тоже давно нет клиентов. Второй год, можно так сказать. В этом году вообще тишина. Последний год вообще ноль. Курсы какие-то там у меня не идут. Психологическая помощь, консультации у меня не идут. Вот книги не идут. Ничего не идёт. Вообще не идёт. Вот. Но для меня, для меня это понимание, что у прошлого не вернуть, такого потока уже не будет. Но чтобы его нарастить, это вообще просто надо заново всё начинать. Это надо заново на новую концепцию, новые варианты вообще работ, нового проявления, рекламу. Развивать другие соцсети. Инстаграм просто для всех резко закончился. И там сейчас всё мёртво и потухло. В Телеграме у меня много подписчиков и в чат-боте. Но это тоже всё мёртво. Если один-два человека там из двух тысяч посмотрят. Либо в боте 10 человек, если увидят из шести тысяч. Вот. Всё остальное тоже мёртво. И это нормально, потому что ушло то время, когда я горела, прям горела этим интересом развивать именно эту тему. Я горела книгами, я горела консультациями, курсами. Сейчас я этим не горю. Да, хочется, конечно, получать от этого денюжки, продолжать проявляться. Всё равно это интересно. Но это всё ушло безвозвратно. Говорит только об одном, что нужно идти дальше и развивать дальше что-то другое. Поэтому я пошла учиться на технику зубного, мне это интересно было. Но по стечениям обстоятельств я переезжаю в другую страну, поэтому учёба моя закончилась, как и началась. Но я начала заниматься другим. Туры из России или вот сейчас из Германии были. Туры зубные в Турцию. Мне сейчас это прям интересно. Я сама себе сделала тоже все зубки. Довольна я. Приглашаю всех остальных. Начала с друзей и знакомых. Закончила теперь соцсетями. Очень много просчётов на лечение, как приехать, вопросов. Прямо столько людей записывается. Это действительно тоже интересно, тоже важно. Сделать зубы у каждого второго проблемы с ними из-за стресса, из-за нашей еды. Молочка, например, вымывает весь этот кальций. Прямо с детства зубы разрушаются. Плюс наши зубные пасты зубы разрушают. Любая еда практически разрушает зубы. Это такой насущный вопрос. Почему бы людям не дать то, что они хотят? Например, они сначала хотели книги, они хотели курсы. Сейчас они хотят зубы или они хотят, не знаю, что-то ещё. То есть сейчас мы живём в такое время, время перемен, когда мир меняется очень быстро, приоритеты у людей меняются быстро. Вообще всё старое уходит просто вот так по щелчку пальцем мгновенно. Очень много разрушаться всё начало. Представьте, сколько бизнесов закрылось и работы закрылась в пандемии. Вот все перешли вдруг на онлайн, очень много нового появилось. Потом с онлайном стали проблемы. Это опять тоже начинает всё закрываться, все эти продвижения. И опять появляется что-то новое. Сейчас искусственный интеллект. Все ударились в эту тему. То была волна криптовалюты. Я занималась около пяти лет, наверное, акциями. Мне очень интересны были торги на бирже. Мои доходы были с разных источников. Но это мой личный опыт. И этот опыт у большинства людей, кто боится идти в будущее, у кого есть страхи. Им всё время мир будет подкидывать варианты, что невозможно не идти и постоянно развиваться, постоянно менять что-то, постоянно идти в новое, пробовать разные профессии, пробовать разные направления своей деятельности, зарабатывать и там, и там, и там, чтобы расширяться, двигаться. Есть люди, которые пришли в этом воплощении не проходить такой опыт. У них нет страха за будущее, они могут ковыряться в одной работе. Им даже эти уроки не нужно будет проходить. Их со старой работы жизнь выпинывать, можно сказать, не будет. Но многие, как и я, очень быстро, как сказать, у всего, у всего совершенно, у нашей жизни, у каждого этапа жизненного, у работы, у какой-то деятельности. Есть этап зарождения, потом идёт в гору, потом пик, потом идёт вниз и умирание. То есть у нас всегда вот этот цикл идёт. И ваш цикл, допустим, с вашей работы тоже, возможно, подошёл к концу. Там его развивай, не развивай, надо идти в новое. Причём можно, вот ваш дизайн, вы стилист, трансформировать, ну, совершенно какое-то новое направление. То есть знания и опыты, они всё равно с вами остаются, никуда эти знания и опыты не подеваются. Но благодаря этому знанию и опыту вы откроете вообще совершенно новое направление. То есть вам нужно двигаться вперёд. Вот. И именно наши страхи, вот вы тоже написали, вот мне страшно начинать новое, да, я боюсь там потерять и здесь место работы, и там не усижу на двух стульях, тут клиентов не будет, там не будет, вдруг что, как. Вот. И именно эти страхи, которые у нас есть, душа пришла прожить этот опыт, и надо в эти страхи идти. И я, например, всегда с детства боялась перемен, да, и поэтому я без оглядки в них иду. И вот в тот момент, когда я иду, да, страх исчезает, потому что вообще нельзя сказать, что я всё время в новом, да, что у меня был страх или будет, или есть. Но на самом деле, именно подсознательно, если бы этого страха не было, я его не ощущаю. Вот. Я бы не могла идти бы в эти перемены. Страх — это как маячок. Куда надо идти, да, и что сделать. Я тут ещё раз кинула карты по поводу новой работы, куда двигаться, что делать, и все карты практически выпали, ну, об одному, то, что я вам сейчас сказала. То есть у вас есть разнообразный опыт, который должен вас двигать совершенно на новое место, вот, где вы сначала с комфортом были в одном, потом такой же комфорт будет в другом, что очень много дверей открыто перед вами, открывай любую, и развиваться в разных направлениях, вот прям идти и что-то в жизни менять. То есть получается то время, которое вот вам прям успешно было там, работать со стилистами, были клиентов, они, это время ушло. На той энергии, которая у вас сейчас, вы не можете возродить это дело обратно. Но вы можете сгореться чем-то другим, вот, и тот опыт, который у вас есть по стилю, там тоже внедрить. Сейчас ещё посмотрю, что может быть по картам. У меня же точно такая же тема, я, блин, весь год думала, чем мне заниматься. Я и квартирами позанималась тоже успешно, и себе купила квартиру. Вообще денег не было, я просто за неделю купила себе квартиру. Блин, вообще, как такое может быть? Сейчас посмотрю. В каком направлении, конечно, я вам не скажу двигаться, но то, что дизайн будет присутствовать в вашей работе 100%, ну это будут какие-то вообще новые вещи. Причём в данный момент у вас как будто есть уже эта работа, вы уже знаете, чем бы вы занимались, но вы как бы это смотрите на парусник удачи, который вот, парусник, ассоциация, что он ведёт, это мой путь, да, вот он есть уже рядом с вами, вы смотрите на этот парусник, вы смотрите, куда вам двигаться, да, но прикинулись такой больной, и я не могу, я просто посмотрю, понаблюдаю, отдохну, вот. Ну, как бы это ваши страхи, то, что вы боитесь туда идти, но у вас уже есть прибыльное дело, которым вы могли бы заняться. Вот, а что, ну, как бы, что мешает двигаться туда, в новое? Я не вижу, чтобы вы что-то возродили. Возрождение, конечно, может быть, да, но оно будет видоизменённо, трансформировано, сейчас всё нужно трансформировать, всю вашу деятельность, которая есть, да, вообще в другое русло направить, весь опыт, да, как будто вот корнями застряли на месте, да, не двигаетесь, нет энергии, вот, но каким бы вы там больным, хромым там не были, вам нужно куда-то взлететь, куда-то полететь, какое-то другое место, открыть какие-то вообще новые хотелки. Очень много людей вам что-то предлагают или что-то у вас спрашивают, посмотреть, какие потребности у людей, да, наше время сейчас, да, закрывать потребности. Были потребности с квартирами, пожалуйста, ну или квартиры показывала, вот, есть потребности с зубами, просто когда себе делала, подругам рассказала, они заинтересовались, приехали, понравилось, тут друзья у меня были в Анталии, тоже сходили, сделали, понравились, думаю, блин, людям это надо, начала предлагать, и мне клиника хорошо заплатит за это, причём лечение зубов в 2-3 раза дешевле, плюс трансфер, еда, питание, там, отель, всё, можно сказать, бесплатно, вот, тебя просто вот привозят, и ты платишь только за материалы, у меня хорошая просто с клиникой, как сказать, дружу, дружу с клиникой, дружу с хозяевами, и как бы так по блату, да, через меня, почему бы мне не организовать туры по зубам, я и туры, я и зубы, да, где, у меня книжки, у меня психологическая какая-то тема, блин, у меня курсы, у меня блогерство, а тут Нелли взялась зубами, занималась, ну, где я, где зубы, но, пока мне это интересно, пока это доходно, пока это прибыльно, почему бы этим не заниматься, и точно так же и у вас. Задача сейчас искать новые направления, новые потребности, у людей сейчас очень сильно меняются там приоритеты, меняются потребности, начинают люди своим здоровьем заниматься, начинают заниматься спортом, отказываются от разного потреблятства, многие люди начинают осознавать там бесценность жизни, отказываются от каких-то пагубных привычек, многие люди сейчас хотят быть счастливыми, здоровыми и так далее, ну, просто раньше реально как-то не было такого, вот все понакатывали, может быть, и вот в этих направлениях наблюдайте, что может сделать человека счастливым, ведь его может сделать что угодно, а что вы можете такого дать, что вы знаете, да, что заинтересовать его, и он стал счастливым, то есть, как, по-другому скажу, сейчас люди стали заботиться о своей радости, заботиться о своем счастье, вот, и им не важно, как это счастье они будут ощущать, им главное же эти чувства ощущать, вот, и что вы такого можете дать своими знаниями, опытом, умением, чтобы человек был счастливый, вот, потому что, допустим, просто его стильно одеть, чтобы он закрыл там свою неуверенность, чтобы, ну, например, одели его в красивую одежду, и он, типа, начнет себя любить, это не так, а если вы как-то перетрансформируете, как, как же объяснить, дадите ценность человеку не в том, что вот он красиво оденется и будет себя хорошо чувствовать, вот он красиво оденется, и его будут любить, вот он красиво оденется, и он сможет там познакомиться, или его будут уважать, или он начнет нравиться, вот, не вот эти затыки закрывать, да, а дать ему другую ценность, дать ему другую ценность, чтобы он на одежду смотрел не в этом направлении, да, а по-другому, то есть через любую свою услугу можно достучаться до человека, да, чтобы он ее захотел, закрывая его истинную потребность в любви, в радости, в счастье, в настоящем моменте, то, что приносит ему удовольствие, здоровье, что не тешит там его эго, раньше как машину, допустим, продавали, крутые машины продают, например, в автосалоне, и говорят, ты будешь крутосик, телочка снимать, типа, вот такую мотивацию давали, а вам нужно найти другую мотивацию для людей, да, и эту мотивацию объяснять, рассказывать через свои услуги, то есть покупая машину, вы там будете, не знаю, она долго не сломается, выкроете там время, выкроете деньги, выкроете... Зачем дорогая машина человеку? Вы просто будете получать удовольствие ни почему, потому что она хорошо работает, у них классная скорость, быстро развивается, быстро едет, мало ломается, комфортная, вам в ней будет очень хорошо, просто душевно, а не потому, что показать, что ты крутой. Вот так же и в одежде, не показать, что ты там крутая, теперь в этой одежде такая вся фифа, вот, а просто, что человек будет счастливый. Что еще можно сказать по поводу долгов, что я задолжала себе, да, вопрос был, что я задолжала себе. Ну, перемен задолжали, да, каких вы даете по себе? Перемены говорите, подарки даете, недостаточно вы себе подарков даете, вот Дед Мороз вот едет с подарками, но еще никак не доехал, то есть подарки вроде как желаете истинные, да, но они еще до вас не доехали. Время вы себе даете, да. Ну, опять про рождение нового. У меня сразу две карты такие выпали, сидит на троне такой, блин, какой я молодец, какой я классный, держит яйцо свою жизнь в руках, яйцо это за рождение нового, и здесь тоже яйца за рождение нового, еще и золотые, и здесь проба 999-я, и Голден написан на золотые яйца. То есть вы не даете новизны себе, переменную. Что такое перемена? Это когда ты полностью отказываешься от старого, полностью отказываешься от старых привычек, от старой работы, от старой деятельности, от старых действий. Как только ты от них отказываешься, автоматически новое. То есть мы не ищем новое, мы просто отказываемся от точки А, чтобы быть в точке Б. От точки Б отказались полностью, мне это не нужно. Все, я этим не занимаюсь. То автоматически, ну как, квантовый мир перемещает вас в другую точку. Потому что мы же в новое это не знаем, куда идти. Оно же новое, оно же еще неизвестное, оно же непонятное, поэтому я не знаю этой точки. И чтобы в этой точке оказаться, в новой, которую мы не знаем, какую мы не предполагаем, мы даже не знаем, в каком направлении двигаться, мы просто сначала первое отказываемся от прошлого. То есть все, раз и навсегда решаем, ну нет у меня там энергии больше, нет у меня там людей, нет там интереса, мало кто приходит ко мне. Не знаю, к чему, сейчас подумаю, маски пришли мне, да, ну полет, понятно, улететь со старого места, пойти искать нефть, ну что-то другое, да, мороженое там радость, как это вы сейчас связать, я подумаю. Есть еще карты какие-то, понадобится, да. тут девочки сидят, гадают на будущее, вот, они сами боятся этого будущего, но все равно хотят его узнать, то есть сижу, боюсь и иду туда. Вот вам тоже как бы надо идти туда, в будущее, вот, которое боитесь. Ну это вот смена работы вашей, да. Что еще вы задолжали? Сложно сказать, мы всегда задалживаем себе, ну только одно, любые обещания, которые мы себе даем. Мы каждый день что-то обещаем себе, да, и не выполняем. Каждое обещание, каждое наше желание сразу материализуется, как долг. А что вы там себе обещаете, я не знаю. Учебу какую-то обещаете, мужика, отношения обещаете, выглядеть круто себе обещаете. Общение. Блин, моя тема, зубы. Зубы. Стоматолог просто вообще, надо эту карту отложить, моя любимая карта. Там напишу пост про стоматологию с этой картой. Похоронить себе, в себе старое обещаете, распрощаться. Что себе обещаете? Ну там, здоровьем заняться, какую-то работу сделать, откладывать. Ну, во всех эфирах были даны ответы по поводу того, что мы себе задолжали. кроме как своих желаний, ничего нового я вам не придумаю. Очень много общения с людьми, которые являются нашими ресурсами, тоже задолжали. Не хотите общаться? Или времени не находятся никак на общении. Мужик, он взял и полетел. Такой полета вот этого, легкости не хватает. Вечно, когда мы, отдыха не хватает. Когда мы в заботах, постоянно крутим, крутим, вот эту вот всю бетонную мешалку, голове мысли мешалку, она нас грузит, и мы становимся тяжелыми, неподъемными. Груз тянет вот это. Вот раньше было лучше, раньше были клиенты, раньше было много денег, а сейчас вот не идет, и вот, а что делать? Вот эти мысли нужно все убрать. То есть, как бы, все, начинаю с нуля, у меня что-то должно быть новое. Пойти в отношения, карты. Не знаю, столько карт, столько, у меня вот куча колод, одно и то же все выпадает, ну вот на разных картинках, просто вот ассоциации у меня одни и те же все, что гулять, кайфовать, радоваться пока что, до тех пор, пока не возникнет нужда, в чем-то, не закрыть долг, а в каком-то желании, и на эти желания будут деньги. Параллельно, когда ваши желания исполняются, у вас есть энергии, будут закрываться ваши долги, но на них так сильно не зацикливаться. Что-то с медлительностью, с перелетами, переездами, место поменять, опять с прошлым расстаться, радоваться, кайфовать. Не знаю, ничего нового даже не могу сказать конкретно. Как закрыть долги? Шаблоны. Начинаем с вопроса, для чего я хочу долги, какие преимущества мне они дают. то есть, когда я должна и живу в кредит, какие выгоды я при этом получаю? Что в моей жизни такого происходит, что дают эти долги? То, что мне нужно сейчас, в данный момент. Вот что? Второй вопрос, давайте задаем такой. Когда я закрою все долги, что страшного может случиться? выгоды долгов, выгоды безденежья, выгоды быть должным, у нас, ну не знаю, минимум сотни ответов должно быть. Не пять, не десять, а больше, потому что сколько бы мы на курсах за пять-шесть лет последних не писали, выгоды долгов и выгоды, когда нет денег. Каждый по 20, по 50 напишет, по 10, кто сколько может. Там 300 шаблонов у нас было. Понимаете? И это очень долгая работа, просто очень долгая работа, не знаю, можно месяца три-четыре, так если по 10 шаблонов в день хотя бы трансформировать, можно решить задачу. И вообще, на что вы брали кредиты? Можете написать в комментариях? Можно же все отдать и продать, вот на что вы брали кредиты, да, и закрыть их. А если это было что-то нематериальное, то, что вы приобрели, например, квартиру, продавайте квартиру, начните снимать. Нет у вас ресурса на квартиру. пока нет желания на квартиру. Либо ищите варианты, куда вы можете переехать, чтобы не платить за квартиру друзьям, знакомым, родственникам, если там, например, на квартиру брали что-то, это просто как пример, да, и сдавайте эту квартиру, оплачивая ипотеку, долг, кредит. Попробовать расстаться с разными вещами. Вот я сейчас в Турции здесь съезжаю с квартиры. В квартиру я вложила очень много, ну, было куплено все, от розетки, лампочки, до мебели, в четыре комнаты, два балкона и кухня, и три ванны. И сейчас я начала продавать, ну, с квартиры крупную мебель еще не продала, но мелочевку, я уже мелочевки продала на такую большую сумму, просто я вообще в шоке. Больше денег получила, чем я потратила на эту мелочевку. Какие-то ненужные стаканы, какие-то вилки, которые мне там подарили турки, какие-то ложки, там, чайные сервизики, коврики, кто-то принес, там, мне вазу с цветами, я вазу продала, там, вторую, третью, у меня очень много цветов было. Какие-то цветы я там рассадила по разным горшкам, там, алоя, уже пять горшков алоя продала, по 400 рублей каждая. Ну, мне просто очень сложно даже понять, как можно быть без денег. Если заглянуть в свое прошлое, да, было время, когда никогда не было денег, в детство, да, а потом, как-то в какой-то момент я поняла, что невозможно быть без денег, ну, просто невозможно. Для меня это не существующее что-то. И, что бы я ни делала, у меня всегда есть деньги. Даже если я ничего не делаю, у меня все равно всегда есть деньги. Вот, я не хвастаюсь я к тому, что шаблон просто надо рассоздавать, чтобы в голове не было такого, что можно остаться без денег или быть без денег. Какой бы я вам курс посоветовала, не знаю даже, все курсы на рассоздание шаблонов, может быть какую-то индивидуальную работу, чтобы выписать все шаблоны и сесть их трансформировать, что в эфире мы же не будем 300 шаблонов с вами трансформировать и выявлять, выгоды безденежья, это прям очень долгая большая работа. Ну вот карта, то что подсказали, это то, что все имеет свойство возрождаться, идти вверх, быть на пике, потом идет стагнация, потом угасание и умирание. Это процесс эволюционный на микро и макро уровне, везде, в работе, в отношениях, в нашей жизни, на любом этапе, везде так. Каждый плод, каждый фрукт, все имеет вот эту вот систему, ничего вечного нету, и просто сейчас мир очень быстрых перемен, и сейчас то, что угасало долго и незаметно, может угаснуть за день. Настолько скорость информационная у нас повышена, что даже не успеваешь оглянуться, я считала себя гением просто в программировании, в компьютерах, с детства в них разбиралась и все. Я сейчас вообще ничего не понимаю. Мне настолько, блин, сложно сейчас за новыми тенденциями следить. Вроде начинаешь следить за какой-то тенденцией, что-то учишь, а оно уже устарело. Вот, блин, вчера было актуально, а сегодня уже устарело. И надо опять идти что-то изучать. Но это и хорошо, это постоянное развитие, это постоянно держать руку на пульсе, шагать с этим миром, чтобы, блин, вместе надо все время не упускать из вида вот это все новое, что мир дает. Следить за этим всем и тратить время, блин, чтобы не упустить вот это вот все. Наши родители, например, даже на кнопочку телефона не могут нажать, вернее, в принципе-то они могут разобраться и с телефоном, как работать, все могут. Они не хотят. Они просто знают, я тут начну разбираться, а это потянет за собой еще целую кучу проблем. Уж лучше вообще не начинать. Вот у них такой вот страх стоит, да, обучиться чему-то там простому, включить компьютер, записать stories или там видео, просто с семьей поговорить. Они не хотят этого. Типа, ты мне на кнопочку включи, карты пользоваться не умеют, и мне там деньги переведи, ты там сними. Ничего не хотят изучать, потому что знают, что если вот они окунутся в эту семью, все, то придется просто очень много изучать, бесконечно это все изучать. Им страшно с такой поток информации, вот, и нам тоже немного ужасно становится страшно. Молодежи еще нет, молодежь ходит, изучает все, вот, а нам не хватает вот этой скорости изучения. Я сама боюсь иногда. Пошла учиться два года назад, как раз перед войной, перед тем, как Apple не ушел, учиться программировать на Apple, ну, эти приложения. А потом бац, и все. И моя учеба закончилась. Тоже. И каждый раз надо приспосабливаться вот к этим новым обстоятельствам. А мы боимся приспосабливаться. Что на этом можно сказать? Надо брать себя в руки и идти, и делать. Я даже не знаю, что дополнить. Мне кажется, на этот вопрос я не ответила полностью так, как хотелось бы вам. Но у меня нет мыслей пока других. Если будет что добавить, если будет что добавить, я добавлю. Но пока не могу ответить на вопрос более глубоко, конкретно, как убрать семь кредитов, как зажить радостно и счастливо с деньгами, как сделать, чтобы ушло безденежье, как закрыть все эти кредиты, как возродить кучу клиентов на старой работе, на старой свидетельности. Я не могу ничего здесь больше добавить. У меня такая же фигня. Постоянно угасают быстро мои разные начинания. Я постоянно иду в другие. И каждый раз это приносит мне хорошие доходы. Пускай ненадолго, пускай на месяц, пускай на полгода, пускай год поработает. Но я не держусь. Чувствую, что все, это не приносит мне денег. Я иду совершенно в другое направление. Вот прям совершенно. Причем направления, как я ищу эти направления? Их же невозможно вот так вот придумать. Они сами по себе как-то параллельно со мной. Вот я пошла делать зубы, да, и мне стало интересно, как это работает. И доболталась до такой степени, достала всех врачей, что пошла, познакомилась с директором. Я просто целенаправленно пошла, говорю, я хочу с вашим директором познакомиться. Ну, рамок там в башке нету, познакомиться. И директор такой говорит, хорошо, пойдем в кафе. Мы пошли. Я девочка-переводчик, директор турок, только на турецком, говорит, она переводила. Я говорю, слушайте, мне нравится ваша клиника, я у вас тут зубки делаю. Уже два месяца с вами тусю. Вот, расскажите мне там о вашей клинике, а что? Вот, просто хочу поболтать. Я вообще не знаю, говорю, зачем вы со мной тут сидите? Я просто предложила, давайте попьем чаю. Вот, вы согласились? Ну, и, короче, слово за слово вообще непонятно, зачем я пошла навстречу, для чего, что я хотела. Никаких целей не было, просто вот пойдемте поболтаем. Мы пошли после работы, поболтали. И в итоге договорились, что я могу приводить друзей, знакомых, получать большие скидки от прайса. И они всегда дадут билет, деньги на билеты. Вот, они всегда встретят на трансфере. Они поселят жить, если нужно будет, да, там отель, не отель. И я такая, блин, ну круто же. Я говорю, давайте, если кто-то будет приезжать от меня, не могли бы вы мне платить какую-нибудь зарплату? Такую-то без проблем. Вот, в любом случае, это будет очень дешево для людей, которые будут приезжать дешевле, чем в других турецких клиниках рядом. И гораздо дешевле, чем в России, Казахстане, там, и других городах и странах в том числе. Это будет очень дешево. Но оно так и есть. Люди просчитывают, там, у себя, там, в Казахстане, допустим, просчитали зубы сделать 1 миллион 100 тысяч рублей. Мы пересчитали, получилось 450 тысяч. То же самое. Вот. Только там еще металлокерамика, а здесь цирконий. И здесь еще билеты оплачивают. Отель бесплатный, блин, с трансфером. И почему бы и нет, почему бы этой темой не заняться? Точно так же с квартирой, когда застройщик платит благодарственную премию тебе за то, что клиент, там, оплатил, купил квартиру. Никак не связано с ценами. То есть я продаю за ту цену, у которой застройщик. Никакие свои, там, накрутки, ничего. Неважно, кто это продаст. Человек с улицы, агентство. Цена фиксированная, да, за квадратный метр. Вот. Но за то, что я порекомендовала, застройщик платил мне процент. Как это получилось? Я просто покупала себе квартиру. Мне очень понравилось, что дешево. И сейчас можно купить там в Мерсине, ну, прям, очень дешево. На стадии строительства. У меня дом первый этаж только построен. Только три месяца назад началась стройка. Я порекомендовала одному человеку, второму. Там деньги, там деньги, там деньги, понимаете? И оно вот происходит. Я, например, пойду в какой-то ресторан. Вот, например, сейчас, опять, блин, деньги из ниоткуда. Чтобы пойти в ресторан, нужно потратить кучу денег на ресторан. У меня здесь есть возле дома классный ресторан. Все, кто приезжает ко мне в гости. У меня постоянно гости в Турции. Постоянно. Они вот только позавчера уехали, завтра у меня девочка прилетает. У меня еще друзья, которые, там, подписчики в Турции отдыхают, говорят, Нелли, давай встретимся, мы идем в этот ресторан. В ресторане комит очень вкусно, очень классно, прям, я не знаю. Они за год моё лицо уже признают. И если я туда захожу, они меня кормят бесплатно. Вот просто, вот, мне не надо платить деньги, чтобы на еду, да, меня кормят. Потому что я все время привожу туда друзей. Через день у меня там посиделки с друзьями. Вот, естественно, ну, как бы, друзья ничего не теряют. Они тратят обычные деньги по прайсу в ресторане. А я там обслуживаюсь, можно сказать, ну, когда платно, когда бесплатно. Если там хозяин, я бесплатно ем. Если не хозяин, то просто добавляют там блюда какие-то. Вчера я пошла есть салатик. Мне принесли еще шесть видов салатов маленьких. Потом тыкву принесли сладкую с тахином. Там бесплатный чай, кофе, все, что хочешь. То есть, понимаете, оно как-то на ровном месте идет. Или еще вот пример. Массаж. Я хожу на массаж. На тайский массаж. Прямо постоянно. И очень часто мои друзья, знакомые туда тоже ходят. И, например, если пять человек там от меня пришли, мне бесплатный массаж. Уже за этот год я столько людей привела. И то я не специально. Я говорю, я иду на массаж. Хочешь со мной? Все, мы идем. Он там платит за себя, я за себя. И мне раз массаж бесплатный. Но это как бы вот просто на ровном месте. И я не ищу специально, да, чем заняться. Там, где сделать деньги или что. Ну, вот само собой. И вот. Это моя история, блин. Как я живу. За квартиру тоже. У меня квартира тысячу евро. Очень большая. В самом дорогом районе Анталии, в Ларе. Возле моря прям. Тихий спальный бизнес такой. Вот райончик. Кто-то приезжает, оплачивает там комнату. У меня аренда за месяц оплачена. Круто. Тоже. Тоже считаю. Я не оплатила свои тысячу евро. Их кто-то другой оплатил. То есть я эти деньги сохранила, и вот у меня тысяча евро. Как бы заработала, получается. Сейчас все секреты свои расскажу, как я живу. Блин. Что еще такого? Можно придумать. Анна, если вспомню, в каких-то других эфирах расскажу еще варианты. Просто я что хочу сказать. Возможности, они всегда вокруг нас есть. И под наш любой запрос желание уже исполнено. Только вот увидь, да, и возьми. А мы не видим. Почему я так уверена, что мы ни хрена ничего не увидим? Вот вчера как раз, или позавчера в Инстаграм выложила картинку. Я там, имя не помню, Наташа. Я пеку пироги с яблоками. С 14 до 18. С понедельника по пятницу. В воскресенье, выходной, заказывать по вот этому номеру телефона. И там сколько-то человек спрашивает. А в какое время вы продаете пироги? А из чего пироги? А на выходных вы работаете? Я вам писал на почту, а вы там мне не отвечаете. Ответьте, пожалуйста. То есть человек полностью всю инфу выкладывает. Слепые люди читают, да. Смотрят книгу, увидят фигу. И вот так всегда, во всем. Если вы так присмотритесь к себе, почему у вас ни хрена ничего нету? А потому что вы не хотите этого ничего замечать. Не хотите быть внимательным, прочитать внимательно. Там написано закрыто. Нет, вломимся в дверь. Написано там режим работы с восьми до девяти. Время там десять вечера уже. Нет, мы ломимся. Не хотим вот на какие-то мелочи вот эти вот обращать внимание. И задавать себе вопрос. А как вот это вот обернуть мне на пользу? Как мне сделать ситуацию, чтобы она была... Вот давайте с прошлого пример такой. Когда я училась, и уже много раз его приводила. Когда я училась в школе шить одежду, на закройщиках одежды и на швею. Как это? Училище? Не знаю, как это назвать. Я хотела открыть свое ателье. И я такая прикинула, чтобы открыть свое ателье, нужны деньги. Но я о них думать не буду. Придут как-нибудь сами. Мне нужно уметь это шить, чтобы хотя бы контролировать тех людей, которые придут и будут у меня там работать. Мне надо разбираться с бухгалтерией самой. Потому что я, чтобы сейчас сэкономить деньги, на то время я вообще не зарабатывала денег, не нанимать бухгалтера сама бы пока на первый парад бы вела. Начала смотреть курсы бухгалтерии. Это был Новороссийск. Начала смотреть курсы бухгалтерии. Три месяца курсы. 17 тысяч рублей тогда стоили. По-моему, помесячно нужно было 17 тысяч рублей платить. На три месяца обучения. У меня таких денег нет. Где я их возьму? Я задала себе вопрос, как мне учиться? Вот как? И чтобы не я платила этим, не бесплатно учиться, а чтобы, ну время же я трачу, чтобы мне эти 17 тысяч доплачивали за то, что я учусь. Как вот так сделать? Я отпустила этот вопрос. Утром просыпаюсь, и у меня просто идея. Полная голова идеи, и вот такая идея. А почему бы не устроиться на работу? Меня там вот учить и платить бухгалтерам. Бухгалтерию я не знаю. Я сразу же в этот же или на следующий день нашла объявление, где там требовались бухгалтера в Желдор-экспедиции, в транспортной компании. Вот я пошла туда, написала анкету. У меня было университетское образование, по которому я не работала экономист-менеджером. Мы там тоже в бухгалтерию приходили. Я им там наврала с три короба. Все, говорю, умею, все знаю. Давайте, короче, берите, просто там покажите, что делать. И я очень успешно работала. Я просто так быстро втянулась, так быстро научилась. Мне это было интересно. Я этим горела. Учеба просто вот как будто учебником по голове себя ударила. И все знания в моей голове. На практике, ну как бы не надо было что-то нудного учить. Сразу на практике понимаешь, вот это вот приход, расход, дебет, кредит. Вот это вот там поставщики, вот на этих бумажках расписаться. Здесь в печати. В общем, что такое накладные. Все это вот буквально на несколько дней я уже поняла. Проработала бухгалтером. И я уже начала понимать, что это за сфера, куда идти. Там про декларации. Все это как-то вот все так быстренько вошло в мою голову. Но когда я там уже проработала, отелье я не стала открывать. Я наняла просто кучу сотрудников, которые шили на дому. Ничем вообще не нужно было, блин, суетиться. И очень успешно работала пошивочная моя. Прям супер. Но потом я поняла, что занявшись рекламой, когда начала раскручивать свое отелье, я заработаю больше, не работая столько времени. Потому что тогда работа у меня занимала 24 часа в сутки. Вот просто. Я не спала круглосуточно. Мне надо было и шить, и клиентов принимать, и рекламу давать, и что только не делать. Вот. И занялась рекламой потом. Опять же, как бы я занялась рекламой, вот ни с того, ни с сего, как мне открыть прибыльный рекламный бизнес и открыть свое рекламное агентство, где куча людей будет работать, компьютеры, столы, офис, как я это и сделала. А просто фонарно. Я начала делать для одного бизнеса рекламу и поняла то, что нахрен мне это шитье. Но я машинкой своей поработаю дома для себя, там сошью халатик, юбочку, джинсы, пальто, что угодно в свое свободное время, как хобби. Вот. Денег много я не заработаю там, в Довороссийске. Да, можно было бы поехать в Москву, там хорошо заработать. Но в итоге я поехала в Москву, но зарабатывать стала, не таская этот офис, там машинки, вещи, там, а просто махнула пальчиком. Вот. На кнопочку нажал на компьютере, все, рекламу сделай, и деньги повалили. Доходы у меня были очень большие, конечно, в рекламном бизнесе. Пока я его не подарила через пять лет, просто выгорела. Ну, надоело мне этим заниматься. Даже то, что был хороший доход, все равно было неинтересно уже заниматься рекламой. Я пошла в другое направление, в психологи, блин. Вот. Психологическая хрень это тоже хорошие деньги приносила. Но, опять же, она загнулась, потому что мне это тоже надоело. Стала писать книги, сейчас они мне тоже надоели. После зубов у меня будет еще какая-нибудь фигня. И я каждый раз перехожу плавно, вот просто наблюдаю вот так вот в жизни, как оно идет. И зарабатывала на каждом своем шагу. Ну, то есть шагнула, посмотрела, а зубы так. Следующий момент, я вот сейчас захочу, например, волосы сзади пересадить вот сюда в бок, вот здесь. Вот я уже подумываю целый год густоты волос себе добавить, вот здесь красивую окантовочку сделать. Мне не нравится, как у меня волосы растут. Вот, я уже думаю год. Ну, думаю, ну фигня это вообще. Но, я уже узнала про трансплантацию волос. В Турции, оказывается, со всего мира еду трансплантацию волос делать. Думаю, откуда у турок офигенные красивые прически? Почему они такие волосаки? Блин, у них, ну просто очень круто все, стайл. Они так следят за своими волосами. У них тут все поставлено, гель, лак там на голове. Они, оказывается, волосы себе пересаживают постоянно. Они же лысые, блин. Как и зубы. У них зубов нету, поэтому они с детства делают себе, ну там, с подросткового возраста, голливудские улыбки. Поэтому и стоматология у них тут развита. Волосы у них тоже нет, оказывается. Все стрессы, еда, вот эта вот пища постоянно, мясо жирное, хлеба много, лепешек. Волосы от этой еды, как и зубы сыпятся. Вот, у них это трансплантация, поэтому процветает. Со всего мира едут. То есть, очень много клиник. Я вот думаю, если я сама через это пройду, я сториз выложу, клиники скажу, вот я вам привожу, каждого клиента, мне, пожалуйста, от стоимости 10%. А они мне будут давать. Вот еще один бизнес. Пожалуйста, как бы договориться, мне ничего не стоит. Ну, поколений этим заниматься. Зубы нам дойдет. То есть, понимаете, деньги можно брать откуда угодно. Просто жопу лень поднимать. Если бы я не была такой ленивой, да, я бы, может быть, и в сто раз бы больше зарабатывала. Я просто ленивая. Вот я иду по жизни, что-то увидела, предложила людям. Им понравилось. Я, окей, договорилась, свела. Процент получила. Или, там, какую-то деятельность свою развила, там, помогла сама лично, да, там, деньги получила. И вот так вот оно по жизни у меня идет. И я стараюсь не держаться ни за что. Ни за эту психологию, ни за эти книги, ни за эти курсы, ни за эфиры, там. Ну, все, не идет и не идет. Вот, пойду дальше. И, главное, мне не важно, чем заниматься. Просто каждый раз в моменте, еще и это быстро все надоедает. Я думала, шитьем буду всю жизнь заниматься. Потом я думала, рисованием всю жизнь буду заниматься. Потом я думала, что я буду заниматься всю жизнь рекламой. Я делала сайты офигенно, блин. Я продвигала там и Google, и Яндекс, вообще с Яндексом создавала, блин, вот эти вот первоначальные их, как называется. Каждый день отправляла отчет, что нужно добавить. Директ-коммандер называется, да, где рекламу для Яндекса создавали. Потом я туда ушла, и все упразднили. В Яндексе теперь ничего уже настраивать не надо. Там одну кнопку нажал, Яндекс сам теперь настраивает. Там уже настройщики Яндекса не нужны. То есть я вовремя всегда ухожу, когда это уже не надо. И залетаю всегда тоже, случайно, не случайно, вот когда это надо. Если вы уже перестали там чем-то гореть на своей деятельности, в своей деятельности, да, переходите куда-то дальше. То есть не нужно засиживаться. Сегодня еще мне попался такой видеорилс интересный. Приходилось ли вам увольняться с какой-то работы из-за начальства? И там два ответа прям влился. Искусственный интеллект читает там странным голосом. И там пишет человек, вот мое начальство поменялось, уволили там главного директора, которого мы там любили. Поставили другого, тот убрал выходные, я ушла, и весь коллектив ушел, и никто не остался, и мы им показали типа факт. Вот. Второй человек там пишет, я тоже уволился, потому что пришла жена директора, решила свои порядки и убрала обеды. Мы тоже все свалили. Ну как бы тупое руководство, долго не продержится ни коллектив, и работа развалится. И я решила зайти в комментарии почитать. В комментарии там просто, я не знаю, сотни ответов, почему люди уходили с работ. И, как правило, многие начинали с того, что вот я сижу, зарплаты нету, обещают там месяцами, обещают повысить зарплату, не повышают. Я отрабатываю в две смены, мне не доплачивают. Я остаюсь не до девяти, там магазин закрывается, а до одиннадцати еще убираюсь как уборщица и так далее. Вот сижу, сижу, сижу. И потом, да, с ними там что-то случалось, их увольняли, или они сами увольнялись. Но я отсюда вот прям читаю и вижу, что все сидят и терпят. Ну то есть как бы все, ну ты видишь, уже месяц ты работаешь в два раза больше. Оплата тебе в два раза не повышается, ты перерабатываешь, на тебя все больше и больше функций складывают. Или плохой коллектив тебя постоянно унижает, зачем ты терпишь? Вот мы так и в своей работе, в своем бизнесе, на себя или на дядю, мы сидим и терпим. Вот, а кто вы там виноват, что вы терпите? Никто. Надо быстро отсюда сваливать, неважно, это ваша собственная работа, где вы на себя там работаете, либо на дядю. Поменяйте работу, поменяйте вашу деятельность, поменяйте ваше направление. Сейчас в наших реалиях сидеть и держаться, как раньше родители, годами за одну и ту же там работу не получится. У нас сейчас другой мир и совершенно, ну, опять же, это мой опыт, есть процент людей, которым никуда уходить не надо. Им хорошо работает на одной работе 50 лет, и они не устают от этого. Окей, но это вообще маленький процент. Большинство людей долго мы не можем наслаждаться одним и тем же. Мы не можем долго гореть одним и тем же. А энергия, да, желания, деньги, блага приходят, когда мы горим этим. Как только интерес угасает, интерес это как двигатель, да, наш, у нас ослабевает, вот, как это сказать, напряжение вот это ослабевает, и у нас электроэнергия не идет. Вот, мы ее просто не вырабатываем. У нас, мы не можем этим зарядиться, да, и, ну, и работать. Мы как на сдувшихся батарейках. Отсюда, соответственно, неэффективность и в благах, в деньгах, там, в зарплате, в доходах, в людях. Мы нересурсные, и люди к нам не приходят. Либо приходят такие же нересурсные. Вот, когда мы в ресурсе горим, нам нравится, ну, прям, вау, у нас прям руки-ноги трясутся, быстрее бы наработают проснуться, побежать и делать. Это настолько, ну, классное занятие. Я, например, вообще не спала, когда занималась рекламным агентством или книги писала. У меня никогда такого не было, чтобы я утром не хотела встать. Я, наоборот, вставила будильник пораньше, чтобы вот прям вскочить и начать писать продолжение книги. Сидишь до 4 утра, пишешь книгу и понимаешь, что вот, ну, поспать надо, на 2 часа себе будильник ставишь, и в 6 просыпаешься и начинаешь писать, потому что это рваться не может, настолько было интересно мне писать. И один сториз, да, и тысяча человек покупают мою книгу. Это было, да, это было так. Но сейчас я пишу книгу, вот эту вот, вторую, никак не могу ее выпустить про деньги, вторую часть про деньги, первая есть. И я понимаю, насколько, блин, я ее выдавливаю из себя, потому что у меня другие интересы, что сейчас, если я объявлю старт продаж, если 10 человек наберется ее купить, потому что я без энергии ее пишу, понимаете, вот, я ее не смогу так продать. А вот когда я горю, все, получается, вот вам надо загореться тем, что вы сами пробуете, тем, что вы сами на себе испытали, тем, что вы сами делаете, вот, и предлагать это другим людям по их потребности, понимаете, вот. Вот, они держатся, вот, были у меня клиенты на стиль, вот, сейчас зима, да, допустим, никто не хочет идти к этому стилисту, шубу напялил и пошел, там, других задач кучат. Давайте, подумайте, что вашей клиентуре, которым нужен был стилист, еще интересно, вот, помимо стиля, там, в одежде, допустим, что им еще интересно, что я могу еще дать, и попробуйте новое предлагать, да. Вот, это мое видение, конечно, я не, как сказать, на стопроцентную веру и правду, вот, вы там на меня не полагаетесь. Это только моя жизнь, мое видение, и на большинство это видение, оно подходит, да. Но есть исключения, вот, если вы такой исключительный случай, то есть, как бы, вам надо дальше развивать, там, именно свою работу, окей, ну, как бы, это ваше желание, и, дай бог, все получится, вот. А есть большинство людей, да, которым нужно сейчас угнаться вот за вот этой вот скоростью изменений, которые в мире происходят, и постоянно меняться, и постоянно менять свою деятельность, и постоянно менять свои интересы. И поэтому нам и интересно будет жить, интересно будет вот гореть этим всем новым, потому что новое – это и есть творение, новое – это как раз и есть энергия, новое как раз то, что нас двигает, развивает. Что еще могу сказать? Ну и, если и вправду прям пипец зарылись в долгах, как в шелках, в деньгах, нужно будет трансформировать очень много работы шаблонов, просто очень много. И мы месяцем индивидуальной работы не обойдемся. Сейчас я вот с девушкой. Работаю, в общем, она оплатила мне мою консультацию, она 195 тысяч рублей. Раньше 300, я подешевела. И нам работы месяца на два минимум, потому что вот первая консультация, я просто выслушивала ее, что она мне говорит. И я просто записывала за ней шаблоны, которые вот сейчас каждый день, по часу мы с ней встречаемся, вот, и прорабатываем. Там просто закопаться можно, сколько всего. Поэтому вот в этом видео я не смогу ответить, да, конкретные киньи, там, шаблоны мешают двигаться. Я просто хочу сказать то, что и карты, и я, мы мыслим одинаково. Показала все, что новые двери, в которые нужно пойти, они открыты, они есть. Это перемена. Помните, машинка с одного сразу была, первая карта была. Машинка переезжает с одного острова на другой. То есть кардинальное изменение деятельности, вот просто кардинальное. Для этого, первое, отпускаем прошлое и решаем, все, я этим не занимаюсь. Причем, даже если вы так решите, отголоски этого прошлого, этот опыт все равно будет у вас внедряться само собой. Даже вы даже не специально это будете делать, все равно этот стиль, он всегда будет вас преследовать. Ну вот весь ваш опыт, навык, знания, они везде. Вот что бы вы ни делали, все ваши опыты, все ваши знания, они так или иначе будут всегда внедряться. И это, ну, круто, да, это ваш профессионализм, ваша уникальность, ваше уникальное проявление с этими навыками, которые вы уже отработали. Даже вы пекли пироги, а сейчас пошли в хирургию. У вас все равно навыки с кухней, да, они пригодятся в хирургии. Какие-то чувства, да, какие-то движения, все это будет все равно внедряться. Так что не переживайте, но менять однозначно что-то надо. Не бойтесь менять. Ох, долгий был эфир. Я надеюсь, что вам понравилась моя тут философская вечерняя, как еще назвать, фигня. Вот, ладно, целую, вас обнимаю, пока. Субтитры сделал DimaTorzok